Синк-Онг-Ю Предисловие. Цель этой книги – дать краткий обзор китайского, японского и корейского стилей управления. Здесь вы найдете примеры ведения бизнеса в Корее, Китае и Японии. Лучше поймете, почему руководители компаний в этих странах принимают те или иные решения. На культуру этого региона большое влияние оказывают конфуцианство, даосизм и буддизм. Поэтому стили управления во многом схожи. Древнекитайский военный стратег Сунь Цзи сформулировал множество стратагем и концепций, которые сегодня применяются в управлении предприятиями. Вследствие интернационализации китайских, корейских и японских компаний, многие различия между западным и восточным методами управления стираются. Западным менеджерам необходимо приспосабливаться к восточным методам ведения бизнеса, а руководителям из Азии понимать западные бизнес-практики. Поэтому менеджерам нужно учиться наводить мосты и совмещать лучшие элементы восточных и западных практик. Азиатский менеджмент не так уж уникален и не так уж сильно отличается от западного стиля управления, как пишут большинство авторов. Из примеров, приведенных в книге, видно, что руководители азиатских компаний совмещают западные и восточные методы. Многие из них получили образование на Западе. В Азии все чаще выбирают прагматичный подход не потому, что им так хочется, а в силу необходимости, так как приходится маневрировать в изменчивом мире бизнеса, и руководители готовы принять, адаптировать и использовать западные и восточные методы управления, если это дает им преимущество. Описанные в искусстве войны, суньцы, методы руководства во многом носят концептуальный характер. Вы не найдете там пошагового анализа процессов или руководства для начинающих менеджеров. Автор попытался дополнить универсальные теории суньцы и другие восточные концепции некоторыми западными принципами и аналитическими инструментами. Рассматривая современный восточный менеджмент во всей его многогранности, он акцентирует внимание на особенностях, присущих в деловой среде в Китае, Корее и Японии. В книге приведена уникальная информация о методах управления восточных менеджеров, а простые, но весьма актуальные примеры моделей и схем иллюстрируют важность и дальновидность их мышления. Благодаря наглядным примерам, книга будет полезна для бизнесменов и тех, кто изучает восточный бизнес. Автор высказывает мнение, что западные теории менеджмента можно применить и в восточном культурном контексте, адаптировав их к местным условиям. Используя западные объяснительные модели, он излагает четкие правила принятия решений, характерные для восточной системы взглядов. Чтобы сохранять конкурентоспособность в условиях глобальной экономики, азиатские руководители проявляют гибкость и быстро меняют стиль управления в зависимости от ситуации. Прослушав эту аудиокнигу, бизнес-лидеры смогут применять в работе лучшие практики Китая, Японии и Кореи. Книга состоит из восьми разделов. Первый – влияние философии и религии. Второй – культурные особенности. Третий раздел – китайский стиль управления. Четвертый – искусство управления по сунь-цзы. Пятый – японский стиль управления. Шестой раздел – корейский стиль управления. Седьмой – сравнение китайского, японского и корейского стилей управления. И восьмой раздел – запад учится у востока. Об авторе. Доцент Синг Онг Ю обладает 30-летним опытом руководящей работы в банковской сфере, а также в области исследований, консалтинга и образования. Он начал карьеру в 1980-х годах на Уолл-стрит в Нью-Йорке, а после возвращения в Сингапур сыграл важную роль в создании отдела управления инвестициями пенсионного фонда и управлении им. Кроме того, он руководил исследованиями в крупном местном банке и занимал должность регионального вице-президента по вопросам банковских инвестиций в Международном банке. Как предприниматель Синг Онг Ю учредил три компании в сфере консультирования, управления проектами и образования. Он консультировал более 500 частных и публичных компаний в Сингапуре, Таиланде, Малайзии, Вьетнаме, Индонезии и Филиппинах. В 2004-м желание Синг Онг Ю поделиться знаниями и опытом привело его в сферу образования. Он занимал руководящие должности в трех университетах во Вьетнаме и Малайзии и в образовательном учреждении в Сингапуре. Доцент Ю обладает степенями доктора делового администрирования и доктора управления в сфере искусства и культуры. Кроме того, он сертифицированный специалист по финансовому планированию в Малайзии. Доцент Ю, автор книги, дао-управление высшим образованием в Азии.